Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком. Тема война. Вопрос 1157. Зачем красные хотели завоевать весь мир? Железной рукой загоним человечество к счастью» из кинофильма «Соловецкая власть», отвечает Игнатий Тихонович Латкин. Красные, выкормившие красного дракона, упившегося кровью святых мучеников, «Они загоняли железной рукой, уграбляли достижения столетий России. Самое лучшее, что было в ней, не для счастья этих людей, которых убивали, а для того, чтобы оставшиеся, сделавшиеся манкуртами, запуганные и задавленные, служили рабами для счастья этих палачей. А эти изверги счастья свое понимали только в дикой, ваханали потворствовании своим низменным страстям. Как говорит Александр Солженицын, что хваленная ленинская гвардия, попав в сталинские застенки, вела себя самым позорным образом, оговаривая себя и друг друга. Они утопали в собственной моче и блевотине. Их всеотвратный лик – лучшее доказательство того, что ни о каком счастье они не помышляли. Счастье не может быть у дьявола. Они – самые безумные люди. Они ибо отрицали существование самого Бога. Ян Златус называет их «безумнейшими из безумных». Псалом 13, 1 стих. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро». Псалом 52, 2 стих. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Развратились они и совершили гнусные преступления, нет делающего добро». 2 Петра 2, 19. «Обещают им свободу, будьте сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Евангелие Океанов 8, 36. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Псалом 36, 35 по 36 стих. «Видел я нечестивца Грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоютвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его, ищу его и не нахожу». «Видел я нечестивца Грозного, расширения Грозного, расширения Грозного, расширения Грозного».